Всем добрый день! Сегодня у нас вебинар на тему технологии будущего и с нами на связи Институт авиамашиностроения и транспорта в лице ответственного секретаря приемной комиссии Институт авиамашиностроения и транспорта Алексея Борисовича Стрелкова. И также на связи я, специалист приемной комиссии Нина Чувашова. Итак, Алексей Борисович, предоставляю вам слово, пожалуйста, начинайте. Так, мою презентацию видно, да? Отлично. Значит, здравствуйте, ребята. Я представляю Институт авиамашиностроения и транспорта и сегодня расскажу о наших специальностях и вообще о нашем институте. Значит, наш институт, ну, по своей сути, значит, какие у нас есть 9 направлений подготовки и у нас 234 бюджетных места. Значит, наш институт, по сути дела, состоит из нескольких таких подразделений, грубо скажем так. Это специальности, связанные с машиностроением, специальности, связанные с авиационной тематикой и специальности, связанные с транспортом. Значит, на всех наших специальностях у нас основные вступительные экзамены – это русский, математика и физика. Значит, по прошлому году у нас были следующие вот такие проходные баллы. Ну, это проходные баллы, сразу же говорю, что это баллы за вычетом индивидуальных достижений. Вы знаете, да, наверное, что в сумме все индивидуальные достижения могут дать не более 10 баллов. Значит, первая специальность, которая в нашем институте существует – это специальность конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств. Данная специальность связана с проектированием изделий, с изготовлением, с написанием технологий изготовления изделий. Вы все, наверное, знаете, да, что слышали, наверное, о таком термине, как индустрия 4.0, промышленная эволюция и так далее. Как раз одна из этих специальностей, связана с этими технологиями. То есть они разрабатывают технологические процессы, как перспективные, допустим, те же самые по аддитивным технологиям. Они занимаются разработкой управляющих программ, они занимаются проектированием различной оснастки и могут работать на должностях как обычного инженера-технолога, инженера-конструктора. Кто-то уходит мастерами работать, кто-то может работать инженером-программистом, но инженером-программистом здесь в данном случае понимается по разработке управляющих программ. Кто-то уходит в своем именем, достигает начальников техбюро, начальников цехов и так далее. Ну, могут быть замами по производству. Ну, это как раз один из примеров. Это, типа, выпускной эквалиционной работы наших студентов, где как раз показано весь цикл работы. То есть от чертежа до построения трехмерной модели, разработки управляющей программы, разработки кинематики к станку, выбора режущего инструмента, проектирование оснастки, расчетов каких-то по прочности, разработки управляющей программы, потом разработки программы для контроля этой детали и в дальнейшем это сборка. Следующая специальность, которая у нас тоже очень важна, это автоматизация технологических процессов производства. Значит, у нас на производстве есть различные системы автоматизированные, у нас есть станки, есть какие-то роботы и так далее. И все это нужно связать между собой, чтобы это все работало как единое целое. То есть можно было связать, собирать информацию и так далее. Как раз эта специальность этим и занимается. Они у нас могут работать как инженерами контрольно-измерительных приборов, инженерами по автоматизации и механизации, могут работать инженерами по системам управления. Также они работают, занимаются разработкой тоже управляющих программ к станкам в ЧПУ. Следующая это у нас мехатроника и робототехника. Значит, что это у нас за специальность такая? Ну, наверное, все слышали, да? Это тоже, это сейчас направление весьма популярное. У нас есть традиционно какие-то механические части и есть программирование. То есть как раз эта специальность занята тем, что она связывает механику и программирование. То есть здесь хоть и идет физика, но здесь тоже очень много информатики задействовано. Значит, чем они занимаются? Здесь точно так же. Они могут проектировать тех самых роботов, каких-то промышленных. У нас, сразу же говорю, что у нас мехатроника и робототехника, она связана с промышленной робототехникой, в первую очередь. Поэтому они занимаются проектированием, конструированием роботов, пишут управляющие программы только не для управления самим роботом. То есть в дальнейшем для того, чтобы инженер-технолог и так далее мог по какой-то модели сделать там обработку и так далее. Так вот нужно прописать все циклы и так далее, чтобы этот робот двигался. У нас для этого есть специальные современные роботы и так далее. То есть все наши лаборатории где-то с 2011 года претерпели серьезные изменения. Мы их обустроили и добавили много нового оборудования. Оно у нас было куплено больше, чем на 250 миллионов рублей. Следующая тоже у нас специальность это машиностроение. Но только ее надо не путать. У них есть у нас профиль. Это оборудование и технология сварочного производства. Многие путают, считают, что это специалистом, это сварщик. На самом деле нет. Это инженер по технологиям сварочного производства. Все технологии сейчас. Один из примеров сварочных технологий. Все, наверное, слышали много сейчас на слуху. Это аддитивные технологии. Это тоже процесс. И он тоже можно назвать процессом сварки. То есть плавление металла. Поэтому у этой специальности во главу стоит это материаловедение. То есть лечение свойств материала. То каким образом можно его вместе соединить. У нас сварка идет как металлических изделий, так и неметаллических. Это, наверное, одно из самых перспективных направлений. Потому что везде в авиационной тематике, в автомобилестроении, в судостроении и так далее, везде стараются снизить массу изделия. То есть избавиться от лишнего объема материала. Как раз это можно сделать за счет аддитивных технологий. Следующее. Это у нас дальше идут специальности, связанные с авиационной тематикой. Значит, чем они занимаются и где они работают. Ну, в первую очередь, это, конечно, предприятия авиационной промышленности. Эти выпускники направления самолетостроения, самолета и вертолетостроения, в первую очередь, работают, конечно, конструкторами. Они занимаются проектированием авиационной техники. Они занимаются проектированием сборочных операций, проектированием сборочной оснастки. Это, кстати, надо отметить, что это специалитет, то есть здесь срок обучения 5,5 лет. И, соответственно, они работают на должностях инженера-конструктора, инженера-технолога производства летательных аппаратов. Могут работать на должностях прочниста, специалиста по сертификации авиационной техники. Ну, как я сказал, значит, занимаются проектированием как самой техники авиационной, так и всей оснастки и всего процесса, связанным с проектированием и дальнейшей сборкой самолета. Следующая у нас специальность — это техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей. Значит, не секрет, да, наверное, что любое изделие, его мало произвести. Никому самому по себе изделие просто изготовленное и там проданное, оно не нужно. Обязательно нужно обеспечить весь цикл, то есть от производства до технического обслуживания. То есть все хотят получить не только купить просто там самолет или что-то, но и получить его гарантийное обслуживание в течение там какого-то срока. Вот как раз эти специалисты и занимаются поддержкой всей произведенной техники в летном состоянии. То есть это как самим самолетом, так и его двигателями. Потому что не секрет, да, наверное, тоже, наверное, может, знаете, не знаете, что двигатель — это, наверное, более сложное устройство, чем сам самолет. То есть по трудоемкости его проектирование, изготовление, ну, это сложнее. Поэтому эти специалисты, они работают как у нас внутри страны, так очень часто и работают и за рубежом, ну, то есть в представительствах. То есть, как правило, наши компании, если мы берем даже наш авиационный завод, либо какие-то другие авиационные компании, они продают технику тоже за рубеж. Ну, нужно за рубежом ее не только обслуживать, но и обучить там иностранных специалистов. Поэтому они очень часто, там у них командировки и работа за границей. Дальше у нас идет цикл специальностей, связанных с транспортом. И первое из них — это строительство наземное транспортное технологическое средство. Ну, или у них профиль — это подъемно-транспортное строительное дорожное средство и оборудование. Значит, любое строительство дороги, любое строительство в городе, зданий, аймонд зданий, сооружений, как раз связано с эксплуатацией техники любой. Эту технику нужно проектировать, эту технику нужно обслуживать, что-то допроектировать самостоятельно, потому что мы купили технику, там предприятие купило технику, но под его какие-то производственные условия нужно там что-то спроектировать. У нас пример — это завод дорожных машин. Как раз они, допустим, покупают какой-то готовый автомобиль, а в дальнейшем изготавливают на него какое-то отдельное навесное оборудование. Его нужно изготовить, его нужно спроектировать. Как раз эти специалисты и занимаются этим. Это тоже, кстати, специалитет. Здесь срок обучения — 5 лет. Они могут работать на должностях инженера по транспорту, инженера-конструктора или специалиста по автотранспортной диагностике. Ну, имеется в виду строительные и дорожные техники. Следующая у нас тоже специальность — это эксплуатация транспортных технологических машинокомплексов. И у них есть профиль подготовки — это автомобильный сервис. Все нынешние автомобили — это такие весьма сложные устройства. Если лет 30 или 40 с лишним назад для эксплуатации автомобиля и в обслуживании можно было окончить какой-нибудь ПТУ или еще что-то, то современная техника этого не терпит. Здесь много различной электроники, много блоков, сами двигатели очень сложные. Поэтому много проблем, связанных не только с их проектированием, но и дальнейшей эксплуатацией различных узлов. Как раз эти специалисты и занимаются. Они занимаются диагностикой автомобилей, диагностикой различных электрических схем. Занимаются сервисом автомобильным, занимаются проектированием аналогично также. Работают очень часто в дилерских центрах. Активно в нашем институте занимаются научной работой, научно-исследовательской. Дальше у нас идет следующая специальность — это технологии транспортных процессов. У них профиль — логистика и менеджмент на транспорте. Здесь чем эти ребята занимаются? В любом производстве, неважно, это будет производство авиационной техники, это может быть торговля, это может быть пищевое производство и так далее. Обязательно нужно наладить какие-то логистические связи. То есть вам нужно наладить связи как с поставщиком ваших комплектующих, вам нужно внутри самого производства наладить логистику, чтобы у вас не было задержки по поставкам комплектующих, как между внутри предприятия, так и со смежниками. Как раз этой специальностью и занимаются. Они могут работать на должностях менеджера логистического проекта, занимаются закупками, занимаются в отделах логистики, занимаются проектированием каких-то перекрестков, изучают транспорт, изучают грузовые потоки в городе для того, чтобы дать какие-то рекомендации по изменению транспортной системы города и улучшению. Значит, все наши студенты, начиная с первого курса, могут начать работать в каких-то наших конструкторских бюро. Они у нас есть разные, есть у нас бюро, это авиатор, связанное с авиационной техникой, есть бюро ЧТИВД, это конструкторское бюро, связанное с автомобильной тематикой, есть студенческое объединение транспортный менеджер, они связаны как раз и занимаются исследованием транспортной структуры города, перевозок и дают рекомендации. То есть у нас там тоже работают студенты. Есть студенческое конструкторское бюро машиностроителей. То есть для науки у нас все пути открыты. Надо сказать, что в нашем институте есть не только базовая стипендия, но и есть стипендия, связанная для студентов, ведущих активную научно-исследовательскую работу, работу, ведущую в области стипендии, связанные с творческой направленностью, значит, с наукой, с творческой направленностью. Но есть еще там по успеваемости. То есть это дополнительно может быть стипендия к стипендии в 5 тысяч, вы можете получать еще там стипендию в 10 тысяч. Там разные идут категории. Так, ну по срокам, не знаю, интересует, не интересует вас, да, в этом году какие у нас сроки подачи документов? Ну, наверное, знаете, что здесь сроки были смещены по окончанию приема. Поэтому документы мы все принимаем с 20 июня. Завершается прием заявлений. Это 18 августа. Это лиц, поступающие по ЕГЭ. Значит, в свои согласия на зачисление вам нужно предоставить, тот, кто у нас поступает по каким-то льготам или поступает по целевому направлению, нужно предоставить до 21 августа, включительно до 4 часов. Тот, кто поступает по общему набору для участия в конкурсе в первой волне, нужно предоставить документы до 22 августа. И тот, кто поступает по второй волне, согласие на зачисление нужно предоставить до 25 августа. Ну и сами приказы будут выходить 22 и 24. 22 у нас выйдет приказ по льготникам и целевикам, а 24 августа у нас выйдет приказ о зачислении по первой волне. Вы знаете, да, наверное, что в первую волну зачисляется 80% от общего количества бюджетных мест. И 26 августа будет последняя волна зачисления на бюджет. Здесь зачисляется все оставшиеся до 100%. Ну, для тех, кто будет поступать на коммерческой основе, да, мы заявление принимаем до 28 августа. Ну, вообще, если какие-то возникают вопросы, да, вот у нас есть страничка на нашем главном сайте истоиду, абитуенту. И здесь вот у меня выделены разделы, которые могут вас интересовать. То есть это контрольные цифры приема, правила приема, учет индивидуальных достижений, ну, учебные планы, если кто-то еще не ознакомился. Значит, все вопросы, вас интересующие, вы можете задать в наших группах ВКонтакте, в Инстаграме, в Одноклассниках, либо написать на почту нашего института авиамашиностроения. Значит, а что у нас еще есть? Все наши студенты могут пройти обучение на военной кафедре. Ну, вот там сразу же говорю, что на военной кафедре есть отдельный конкурс. То есть там нужно будет обязательно сдать нормы по физподготовке. Ну, и, соответственно, на основании физподготовки и вашей успеваемости понимается решение о вашем зачислении на военную кафедру. Ну, здесь у меня просто для тех, кто в будущем намеен продолжить свое обучение, у нас есть еще по магистратуре направление связанное, практически по всем профилям обучения. Ну, все, наверное. Продолжение следует...